Ребята, всем привет! Если вы смотрите это видео, значит я очень этому рада. Перед просмотром я очень вас прошу поставить лайк авансом, если что, потом и берете. Подписаться на мой YouTube канал, потому что до нового года я хочу добить 300 тысяч подписчиков. Нет, ничего невозможного. Оп-оп-оп, либо отработаем. И если напишите подобный какой-то комментарий, потому что они меня очень вдохновляют. Спасибо вам большое, ребята, за такие приятные слова. Сегодня у нас будет распаковка Spellbury. Заказала много чего интересного. Там есть одежда и какие-то бытовые предметы, и заказала кое-что, что давно хотела заказать. Боже мой, это была моя мечта. Я, знаете, я все думала, блин, дороговато, а потом такая, блин, да ладно, докуплю, а потом такая, блин, все-таки дорого, а потом все-таки купила. Просто смотрите, какой огромный пакет. Но он не тяжелый, потому что там вещи. Я сейчас одену курточку, потому что становится очень жарко. Кстати, если вы находите какие-то интересные вещи или просто красивые вещи на Wildberries, то скидывайте вот в комментарии ссылку на них. Я, возможно, закажу их, потому что, честно, я не могу найти что-то красивое на Wildberries. Или это занимает у меня очень много времени, и то не всегда оно есть в наличии моего размера. Начнем мы, наверное, с вот таких вот бутылочек. Их упаковали как будто просто пищевой пленкой, их сто раз как будто... Дорогали, ну вообще логично. Тут шесть штучек, давайте распакуем, посмотрим на качество. Смотрите, какие миленькие бутылочки. Я просто очень часто в последнее время готовлю себе какие-то смузи, и у меня, знаете, бывает, что много остается, выкидывать жалко как-то, и допивать не хочется, перенагружать свой желудок как-то не очень отстойно. И я для этого заказала такие миленькие бутылочки. Возможно, я буду делать смузи один раз, чтобы не мыть по несколько раз вот этот вот миксер, заливать в баночки и пить периодически вот в течение недели. Свежие смузи готовы. И это, мне кажется, выйдет намного дешевле, нежели покупать в таких упаковках уже какие-то готовые смузи в каком-нибудь вкусвиле или самокате. Тем более, они будут еще и натуральные. Баночки, кстати, очень приятные. Пластик не самый лучший, но и не самый плохой. Он прям, знаете, как будто бутылочки продают, но чудо же. Обычных они какие-то неровные, правда, вот прям видно на камере, но они такие эстетик, согласна? Почему-то у меня такое почувствие, что они немногоразовые, но я считаю по-другому. И буду их использовать несколько раз, просто мыть и заливать заново. Мне кажется, очень даже неплохая идея. И спасибо огромное моим комментаторам, которые написали, что такая бутылочка продается в фикс-прайсе и продавалась в Икеа. Но Икеа, к сожалению, не на закрыли, я не смогу туда идти как заказать. Но в фикс-прайсе я посмотрю. Я читаю все ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста. Дальше я заказала просто... Как зовут эту... Джиджи Хадид? Нет, сестру Джиджи Хадид. Как зовут? В общем, чтобы сделать себе лисий взгляд, я заказала такие типа патчи. Нет, подождите. Я заказала лифтинг-тейпы косметические. Их тут 40 штук. Я думала, здесь просто одни. Они что ли одноразовые, да? Мне кажется, по обложке все понятно, но тем, кто не понял, объясняю. Три вот таких вот ниточки. И, видимо, это в зависимости от того, насколько большая у вас голова, нужно использовать. Ну, это... Вот это я не понимаю, кому такая маленькая или норма наоборот. Одна вообще вот какая-то искривленная. А следующая подходит именно мне, наверное. Это, видимо, регулировать... Да, это, видимо, регулировать длину ленты. То есть мы засовываем нужный нам узел вот сюда вот, и он не вылезает. В комплекте идут 40 штук вот таких вот патчей. Кстати, неплохие, но лучше брать прозрачные или непрозрачные, а беленькое это просто... Да, непрозрачные, беленькое это просто упаковка. Арина, иди сюда, я на тебя попробую. Ты урод! Это так смешно! По-любому знаю, что это такое. Давайте я покажу, как это работает. Мы засовываем в одну из дырочек вот эту штучку. Наверное, вот в эту. И закрепляем вот так вот. Видите? С этой стороны повторяем то же самое. Так, нормально. Это так смешно! Какая-то такая конструкция у нас получается. Можно мне уйти? Нет. Отклеиваем одну. Убираем с лица лишние волосы. И наклеиваем на голую частую кожу. Видно? Наверное, вот так немножко вверх. Ну, давай ты сейчас современно с тобой приклеила. Нет. Получилось? Да, получилось. О, реально получилось. Ну, ты неровная, конечно. Я покажу еще хуже. Да нет, неплохо. Классно вышло. Ты же вот обязательно мне было показывать? Ну, я на себе тоже покажу. Просто я хотела в онлайн-режиме. Сейчас дальше я покажу, как там не будет выглядеть. И видно ли, это будет просто в повседневной жизни. Вау, Тебе, Орин, прям идет. Это так смешно! Даже так. Ты хорошо выглядишь. Ну, прям такого эффекта моложения не будет, как на упаковке. Но все равно хорошо вышло. Зачем эта белая штучка, я так и не поняла. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Итак, пробуем прицепить вот это вот. Я поняла, какую ошибку я совершила в прошлый раз. Почему они у Арины так быстро отпали. Давайте достанем сначала. Вот здесь у нас присутствуют две черных полосочки. Я вам чуть поближе покажу. Белая так и не поняла зачем. Берем два тейпа. Один. Два. Обезжириваем участки, на которые мы будем налепливать тейпы. Это необходимо, чтобы держалось. И то это не супер надежная, в общем, вещь. У меня... Я спиртом просто. Можно обезжирить спиртом? Наверное, да. Я думаю, достаточно. Закрепляем. Отклеиваю сначала одну. Леплю, наверное, вот таким вот углом. Надо вообще поднять волосы вот так вот. И под этими волосами... Оп. Честно, у себя я какой-то особой разницы не вижу. Возможно, получше нужно натянуть. Или я неправильный угол выбрала. Как-то мне вообще... Даже особый эффект никакого не вижу. Мне кажется, у меня только косые глаза стали какие-то. Напишите, как вам вообще тейпы нравится или нет. И напишите, что я сделала не так, возможно. Видно? Мне кажется, что видно вот здесь. Вот что это такое? Так нормально. Уже начался новый учебный год. А это значит, что выпускники девятых-одиннадцатых классов начнут готовиться к ЕГЭ и УГЭ 2023 года. Когда я была в одиннадцатом классе, в основном самые большие страхи сопровождали меня в начале одиннадцатого класса и за неделю до ЕГЭ. В какой-то момент я поняла, что нет никакого смысла бояться, ведь это только мешает мне развиваться. Я начала искать о репетиторах. Но на них тоже нужно было время. И в середине года я уже выбрала репетитора, к которому нужно было ходить. Сразу скажу, это не мой вариант. Это занимает много времени. И тогда я подумала, что онлайн-школа самый лучший вариант подготовки. В то время мне никто не мог посоветовать хорошую онлайн-школу, потому что, занимаясь в какой-то обычной онлайн-школе, я либо не успевала за темпом, либо, наоборот, знала тему хорошо и хотела поскорее углубиться в другую. В прошлом году, кстати, родители в среднем потратили на подготовку детей к выпускным экзаменам свыше 80 тысяч рублей. И я также не исключение. И чтобы поступить в ВУЗ, нужно сдать 3-4 предмета, а совмещать подготовку каждому очень сложно и дорого. Поэтому подготовку лучше начать именно с сентября. Тогда вы успеете пройти программу ЕГЭ и УГЭ несколько раз до экзамена и будете супер готовы к нему. Но выпускникам, сдающим ЕГЭ и УГЭ в 23-м году, повезло, ведь есть онлайн-школа Сотка, которая не берет предоплату за предметы и подготовит вас к экзаменам по фиксированной, небольшой цене в месяц по всем предметам, которые вам нужно сдавать. В Сотке отучились уже более 60 тысяч выпускников в прошлых лет, и каждый третий сдал ЕГЭ на 80 плюс баллов и половина выпускников сдала УГЭ на 4 плюс. Вас подготовят к любому уровню сложности на тот балл, который вам нужен для поступления в ВУЗ. В этой школе молодые и опытные преподаватели, на занятиях классная атмосфера, преподаны одной волне с учениками, у ребят очень быстрая проверка домашки, в среднем за 20 минут. Это очень круто, ты сразу понимаешь, устроил эту тему или нет. Занятия можно посещать онлайн или смотреть в записи, если не успел, пересматривать, перематывать, сколько угодно раз. Пробники пишут и проверяют каждый месяц, так что ты точно будешь наблюдать свой прогресс по баллам. И самое крутое, ребята сейчас ведут активную запись на следующий учебный год по самой минимальной цене. Есть два тарифа, стандарт и пром. Стандарт стоит 3 600 рублей, а пром 4 600 рублей в месяц. И прикиньте, эта цена за 3 или 4 предмета, все, то есть 75 рублей за одно занятие с проверкой ДЗ. Просто 3 600 в месяц и ты получаешь 36-40 занятий. Что? За 75 рублей вот занятие получается с проверкой домашки. Но это еще не все. По промокоду Айсберг1509 вы получаете скидку в 10%. Оставляй заявку на пробный урок, вам перезвонят, нам расскажут подробнее, ответят на вопросы и помогут принять решение. Надеюсь, что было полезно. Классные и красивые носочки от фирмы Геджи какой-то. Очень мягкие, я себе хотела просто в рубчик заказать разных цветов, но черные я вряд ли буду носить, хотя фиг знает. Потому что в рубчик здорово смотрится с леггинсами, которые я вам дальше покажу. Здесь они в 4 оттенках. Белые, светло-серые, пепельно-розовые, коричневые такие, дымчатые, и... это не черные, это тоже прям, знаете, такой пепельный. Нет бы сказать, серый, белый и розовый, нет. Пепельно-розовый. На самом деле, очень даже приятное качество. Стоили они, я помню, недорого. Резиночка, кстати, не жмет. Очень даже такая сидящая, но при этом будет держать точно форму. Да вынимает это, прошпрутик какой-то. Не очень тонкие, но и не толстые. Ничего сказать, просто давайте посмотрим мою 15-секундную подиумную походку в этих носках. Носочкам однозначно ставлю 10 пинтерестов из 10, идем дальше. Насчет 10 из 10 пинтерестов это да, но по качеству на самом деле не прям вау. Посмотрите, я их носила один раз, они уже все в каких-то комочках. Может, после сирки быть норм, но... это не ок. Хотя, может, носки такого по качеству всегда так. Ну, смотрите, тонюсенькие просто порвутся через неделю, мне кажется, ношением. Вау, красивые, реально пинтерестки. Я тебе ничего не сдам. Я шучу, я ось. Бери серые. Смотрим дальше. Как я и говорила вам в прошлой распаковке, я помешалась на подобном стиле, потому что он для меня комфортный в последнее время. Поэтому я заказала леггинсы. Они, кстати, были достаточно дешевые, из Gloria Jean. Кстати, вот, последние леггинсы у меня как раз из Gloria Jean все. Такой серый, классный, достаточно глубокий цвет. Мне очень нравится их посадка и классная форма. Вот эта вот резиночка отлично облегает животик, что ты чувствуешь себя комфортно. Я заказала XS размер, всегда заказываю самый маленький размер. Если бы был XXS, я бы, может быть, и заказала, хотя это тоже на мне неплохо смотрится. Снизу у нас нет фактически никакой резиночки, он просто подшит. И все. Они вообще в такой миленький рубочек. У нас, допустим, на лове Денис. Реально хорошие делают, ребята. У меня есть такие же, только в другом цвете, но я делаю выводы, потому, по крайней мере, что я уже носила. Посмотрите, как они здоровски выглядят. Обтягивают обладельную, но я бы все равно взяла на размер поменьше. Желодик идеально подчеркивает. У меня, конечно, не самая узкая талия, но все-таки там. По качеству они не такие приятные, которые я покажу дальше, или которые я заказывала в прошлом видео, но тоже ничего. Я, наверное, закажу себе еще они такие, потому что они классно смотрятся. Трусишки из Gloria Jeans. Это XS размер, но они какие-то большие. Вот, посмотрите, какие милашки, здоровские. Они мне напоминают какое-то такое овечку Доли. Все такая в крушевах, милая, розовенькая, светло-голубая, в пастельных оттенках. Сделан они в такой рубчик. Материал, кстати, приятный, мягенький, хороший. Он не будет резать, я думаю, вот здесь вот. И внимание на их цену они стоят вроде бы 150 или 200 рублей. Это вообще что? Где вы видели такие цены на такие прикольные трусишки? Зачем вот этот вот кармашек? Я тут так и не понимаю. Что там хранить? Заначку? Резиночка не тугая, но есть все равно хорошая. Так как Арина не любит синие, я заказала такие же, только серого цвета. Смотрите, какие прикольные. В принципе, такие же абсолютно. Прошита, кстати, классно. Посмотрите, я вот приближу вам. То есть вообще никакой ниточки лишней не вылезает ни изнутри, ни снаружи, ни с краю, ни слева, ни сверху, ни с нитку. Но вот эту вещь, наверное, нужно будет отрезать, потому что я не понимаю, зачем мне налепили ее сюда. Такую огроменную. Но в них точно будет комфортно, удобно. Девчонки, брите обязательно на заметку, но вроде бы этот цвет стоит дороже. Такие приятные трусишки. И кружева, знаете, такие не режущие, какие-то тянучие. Ребята знали, что делали. Заказала себе опять банку резинок, только уже других не черных, как в прошлом ролике. А прозрачные белые баночку в два раза меньше. Такое малюсенькое, милое. А той же фирмы, кстати, которую я брала, у них очень много различных резинок, и белые, и черные, и каких только нет. О, боже, как будто это маска для лица у меня такая штучка. Зачем? Что мне выпаливалось? Ой, они такого не очень, по мне, приятного качества. Их нужно растягивать, то есть, как будто пластмасса. Если их растянуть, то они становятся обычными нормальными резинками. И до такого размера, в котором они были, не сужаются. Давайте проверим, когда они порвутся. Я очень сильно растянула, они это радуют. Видимо, это такой пластмассовый материал, который сложно разорвать. Ну, не сложно, просто не так легко, как обычные резинки. Ставлю этим малышкам 10 из 10, надеюсь, меня не подведут в нужный момент. В прошлой распаковке я покупала точно такие же для кинцы, но все равно я сейчас их покажу вам. Какая точно свежая упаковка. Мне они настолько понравились, что я побоялась, что их раскупят, и поэтому заказала себе еще на будущее. Они невероятно мягкие, удобные, офигенные, обалденные, боже мой, вот кто придумал это чудо? такие мягенькие, и можете послушать отзывы на них в прошлом ролике. Но эти пахнут на этот раз какой-то пластмассовый, это какими-то новыми вещами и морозом, знаете, как будто их только что вынесли с зимнего базара. Зимнего рынка, как будто вынесли. Кстати, затяжек они не оставляют, как я думала, фактически. Вот, допустим, смотрите, у меня прилепилось, прилепился микрофон, здесь ничего нету. Ну, только какие-то волосочки, но этого не видно. почти. Glory Deans! Это что такое? Я не знаю. А, это не упаковка белая, я поняла, я поняла, что это. Я не знаю, как я решила это заказать, но вот, просто это белый, 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 белая резинка для головы. Как это? Ну, белая, панам, белая, белый ободок для головы, чтобы делать. Вот так, Арина, иди сюда. А, я подопытный. Качество, конечно, у него очень-очень, довольно-ненькое, такое, шито. Ну, кстати, швов нету, только из внутренней части, соревновенько сделано, но он стоит 100 рублей, что ли. Я сказала, чисто для того, чтобы, когда я снимаю макияж, мне волосы не попадали на лицо. И нет, когда я делаю маску, потому что, чтобы волосы мне не попадали на лицо, я могу использовать все эти заколки, о которых я рассказала в прошлом ролике. Господи, сколько же отсылок к прошлому ролику. Давай. Вот так, господи. Давай, надевай сама. Не очень приятно. Да, не очень приятно. С вот такими, нормальная, ну, прикольная, нет? Вообще ужасная? вообще не очень. Голове неприятно. Очень? Ну, не очень. Не очень. Жмёт она? Ну, да, еще если немножко поносить. Голова заболит, да? Ну, да, думаю, заболит. Ну, все, не покупайте. Не ведитесь на цену, как и я. Ну, это для детей больше. Да? Да. Там взрослая женщина нарисована. Детям пойдет. Я заказала себе еще тапочки для дома. Это уже просто заказала для костей. Если когда кто-то придет, ой. Такие лаймово-зелененькие тапочки. Как, в принципе, те, которые у меня уже есть, только другого цвета. Покупала я из того же магазина. И этот цвет, смотрите, какой прикольный. Мне кажется, он подходит это оливковый, что ли? Здоровский. В отличие от тех тапок, которые мне уже приходили, они здесь вообще... Здесь не вылезает фактически лишнего материала. Только вот здесь немножко, но в жизни этого почему-то не видно. На камере видно. Классная ребристая поверхность. Они очень удобные, так как здесь есть пространство для пяточки. Сами, по-симе, достаточно мягкие, но там нет никакой подложки. То есть, они состоят из одного материала. В каком-нибудь садоводе, кстати, вы купите дороже. Там они по-любому продаются по 1500, по 1300, а я купила за 630, что ли, рублей, за 680. Короче, не так дорого, как могли бы. И это один из лучших вариантов на Беллберри со тапками. Якобы-то их вам продаю. Но тут запах какой-то странный. Резины. На тех тапках, которые я приобретала до этого, такого не было. Made in China. Больше я вам ничего не скажу, только хочу вам посоветовать смотреть и открывать тапки на пункте сама выдачи, так как они могут прийти вам вот такие помятые. Но вы это можете легко исправить лайфхаком из прошлого ролика. Пришли мне, кстати, вот в такой миленькой упаковке, как будто Шейн. Кстати, ребята, если вы еще не подписаны на мой Instagram, я очень советую вам это сделать. Я выкладываю тут очень много классных фоточек. Часто путешествую в последнее время. Скоро поеду в Турцию и тут будет больше контента. То, что я ждала больше всего, это вот такой вот мешочек с офигенным постельным бельем из фланеля. Из фланелевой ткани. Кто не знает, что такое фланель, представьте, самый приятный в мире материал, который покупают для беренок детям, для, не знаю, каких-то футболочек, детям, кофточек, ползунков. Вот это он. То есть на нем ваша коза, ваше тело будет расслабляться. И вот это я тоже так как будто продаю. Просто у моей мамы есть точно такой же набор. И после того, как я приехала вот к ней домой, я поспала на нем. Это рай. Придумали ангелы. Спойлер. Только он ей пришел не в таком мешочке. Он ей пришел в обычной какой-то прозрачной упаковке, поэтому мне даже повезло. Мешочек тоже, кстати, сделан из панели. Открываем. И мама посоветовала проверять тоже его на пункте выдачи, так как там могут вам прислать не двухспальное, а односпальное белье. Я этого не сделала, но я сказала, что сделано. Здесь мне пришло не односпальное. Пожалуйста. А, все, у меня двухспальное. Тут пометки есть. Давайте оторвем вот эту вот ненужную вещь. Вот эту. Оторваем. Вот такое оно. Кстати, не тяжелое. Я не понимаю, почему оно такое квадратное. Видимо, там картонки. А давайте я вам покажу, когда я его постелю. Кому-то может показаться... Что за принт ужасный? Дебильные цветочки. Но, честно, они вызывают у меня какие-то приятные ассоциации, знаете, от них такая энергия, успокоительная, да, добрая аура. Вот эти вот милые цветочки тоже с сырыским домиком, бабушкой в деревне, у которой... У которой... Да, у которой пасутся козы там бегают на лугу зеленых. Ты их пасешь. Да, там картонка внутри. Пахнет приятно. Там есть несколько расцветок, но это самое нормальное. Вообще, фланелевое белье, оно не из дешевых. Вот этот набор стоит около 4 тысяч, если не ошибаюсь. Может, сейчас дешевле. Сшито оно классно. Также его можно вроде не гладить, хотя это не точно. Нет, вроде его надо гладить, но я не буду. В комплекте идет подъезьяльник, простыня и две наволочки. Белье очень даже прикольное. Здесь оно на пуговичке вот так вот закрепляется. Мягкое, классное. Здесь, правда, в комплекте две подушки, хотя на упаковке было написано 4. Может, я ошибаюсь. На нем приятно спать, как я уже и говорила. Дене тоже понравилось. Я не знаю, на нем появятся катушки какие-то или записать на такой материал. Возможно, спустя годы эксплуатации, да. Но я думаю, это нормально. Даю 10 из 10 это мобилин. Оно еще и красивое. Напишите в комментариях, купили бы такое. Вот и все. Такой домашненький обзор у меня достаточно получился. Возможно, в следующий ролик из Велбериса будет именно только одежда, потому что, я думаю, и вам это хочется, и мне это хочется, и всем это хочется. Так что, если этот ролик наберет, допустим, 10 тысяч лайков, я это сделаю, ребята. Спасибо всем большое, досмотрели видео до конца. Я постараюсь в последнее время выпускать почаще ролики. Всех очень сильно люблю, всех целую, надеюсь, увидите мои старания. Всем пока. Торратория ужасная.